История, язык, культура, менталитет. Мнение экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность. Добрый день. В эфире программа «Идентичность». В ней мы попытаемся представить понимание белорусской национальной идеи историками, государственными, гражданскими, военными, религиозными и культурными деятелями Беларуси, а также простыми гражданами страны. У микрофона Арсений Ермолович. Сегодня прозвучит вторая часть беседы с заведующей кафедрой философии культуры БГУ Вероникой Сайгановой. Напомню, на прошлой неделе на факультете философии и социальных наук прошла международная конференция, посвященная 30-летней годовщине ФФСН. Тогда мы поговорили о самом факультете и о мероприятиях, привязанных к празднованию юбилея. В этот раз мы остановимся на философском образовании в Беларуси, его истории и современном состоянии. А в конце Вероника Сайганова расскажет, почему философия важна для белорусской национальной идеи. На сегодняшний день факультет философии и социальных наук БГУ – это единственное место в республике, где можно получить философское образование. Почему так случилось и были ли какие-то попытки раньше создать альтернативу? Да, действительно, сегодня БГУ в лице нашего факультета философии и социальных наук является единственным учреждением в национальной системе образования, где осуществляется подготовка специалистов по философским специальностям. И это продиктовано скорее не стремлением Белгосуниверситета монополизировать как-то нишу философского образования в стране, если так можно сказать, а скорее объясняется вполне объективными причинами. Во-первых, следует отметить, что исторически так сложилось, когда подготовка философских кадров в нашей стране начала осуществляться именно в БГУ, первом и длительное время единственном классическом университете Беларуси. Буквально с первых лет существования БГУ в нем начала преподаваться философия. Кстати сказать, в 2021 году Белорусский государственный университет отпразднует свое столетие, а первый выпуск самостоятельного отделения философии тогда еще в рамках исторического факультета БГУ состоялся в 1971 году. После небольшого перерыва и в 1971 году вручили первые дипломы философов уже на постоянной основе и продолжали осуществлять подготовку именно в рамках философского отделения. То есть можно сказать, наверное, будет, что в рамках юбилея университета философское образование может отмечать свое 50-летие именно с момента, будучи дипломом специалистом-философом. Но, на мой взгляд, справедливо будет говорить о том, что наряду с грядущим столетием университета также столетие может отметить и философское образование в Республике Беларусь. Это первое, что хотелось бы отметить. Что касается второй причины, то следует сказать, что философское образование, оно традиционно опирается на достижение не только комплекса социально-гуманитарных наук, но и фундаментальное естествознание. А БГУ всегда был образец универсального синтеза естественно-научной и социогуманитарной ориентации в научном поиске. Поэтому для философии именно в университете сложились самые благоприятные условия. Что касается третьей причины, которую мне хотелось бы выделить, ну, хотелось бы отметить, что вообще философ — это такой штучный специалист. И поэтому представить себе массовым философское образование на сегодняшний день, ну, достаточно сложно и вряд ли возможно. Поэтому, отвечая на вопрос, складываться или не складывались попытки создать альтернативу, можно сказать следующее, что в силу вот как раз-таки этих причин предпринимавшиеся в свое время попытки, а они были особенно в период такого повального переименования профильных вузов, институтов в университеты. Вот эти предпринимавшиеся попытки создать альтернативу БГУ в подготовке философов угасали сами по себе. Угасали еще на каком-то таком подготовительном этапе, так как не могли обеспечить ни организационно, ни тем более как-то содержательно вот эту многогранность и глубину. С одной стороны, фундаментальной естественной научной составляющей, социально-гуманитарной составляющей и, собственно, философской составляющей данного типа образования. А чем обычно мотивированы студенты, которые поступают на философское отделение? Какой у них образ философии? Да, спасибо. Это очень интересный и в какой-то степени больной вопрос. И знание ответа на этот вопрос могло бы помочь качественно влиять на набор абитуриентов на философское отделение. Но если все же попытаться ответить о него, то мотивация студентов, выбравших специальность философия, как любая мотивация в жизни человека, всегда обусловлена объективными и субъективными факторами. Если говорить об объективной мотивации, то современный студент любого отделения нашего факультета, мотивация этого современного студента, она, как правило, детерминирована желанием, возможностью получить высшее образование. И выбирая наш факультет, это желание получить не просто высшее образование, а высшее образование высокого качества по престижным, востребованным, в современном, быстро меняющемся мире специальностям. Справедливости ради, нам же нужно упомянуть, что факультет готовит не только специалистов в области философии, мы готовим психологов, социологов, плюс у нас есть достаточно ультрасовременные специальности, такие как социальная коммуникация, социальная работа. Поэтому внешние факторы мотивации, то есть сам статус специальности, ее престиж, играют определяющую роль в выборе философии в данном случае. Однако следует сказать, что немаловажное место в мотивации студентов, поступающих именно на философское отделение, играют именно субъективные, личностные факторы. И вот они максимально значимы в ситуации выбора в пользу философии. Так как философское образование, оно всегда рефлексивно, оно отражает действительность через призму интересов, потребностей молодого человека, ценностей, субъективных смыслов самого человека. И вот, например, если молодой человек, который выбирает, где себя найти, в рамках какой профессии, вот если он задается с вопросами смысла жизненной проблематики, пытается решить какие-то собственные экзистенциальные проблемы, задачи, или он стремится как-то осознанно, заинтересованно участвовать в социальных процессах своей страны, то вот именно эти внутренние факторы всегда срабатывают в пользу философии. Здесь важно понимать, на мой взгляд, что нельзя абсолютизировать роль некой внешней мотивации или внутренней. Необходимо учитывать эти факторы в комплексе, в совокупности. И в конечном счете нам хочется верить, что основным в мотивации нашего студента является любознательность и желание конструктивно вписаться в эту окружающую действительность. Что же касается образа философии, то, на мой взгляд, у абитуриента или студента уровня первого курса нет еще цельного образа философии. То есть у него имеются какие-то фрагментарные, ситуативные представления о философии, а вот за цельным образом он как раз-таки приходит в силу упомянутых нам выше объективных и субъективных факторов. И в процессе усвоения всего комплекса дисциплин, широкого круга дисциплин, начиная от истории философии, которая охватывает более 2,5 тысяч лет развития философии, заканчивая, например, философскими проблемами современной социокультурной динамики, цивилизационной динамики. То есть в процессе освоения всего комплекса дисциплин и должен быть идеально сформироваться цельный образ философии. А чем обычно занимаются выпускники философского отделения? В какие сферы деятельности они уходят? Как шутит один мой коллега, что философское образование настолько универсальное, что наши выпускники могут работать везде. Это на самом деле не шутка, это на самом деле так, потому что в процессе обучения на философском отделении получаем мощный культурный бэкграунд вкупе с аналитическим складом мышления и, что немаловажно, умением качественно вербализировать мысль, то есть владением вот этой ораторикой, но можно реализовать себя в любой сфере. На данный момент наши выпускники успешно реализуют себя в науке. В первую очередь в науке это научно-исследовательская работа, как следствие академическая карьера, преподавательская карьера в вузах, научных институтах и так далее. Очень хорошо зарекомендовали себя наши выпускники в управленческой сфере. Это органы госуправления, министерства, ведомства и другое. Что интересно, сфера информации. Среди наших выпускников очень многие работают в СМИ, на телевидении, радиовещаниях. Среди них очень много журналистов, блогеров. В последнее время проявила себя сфера IT. Наши парни зачастую находят себя именно в этой сфере после философского отделения. Также наших выпускников в последнее время интересует сфера рекрутинга. Очень многие находят себя специалистами в области HR-деятельности. Сфера международных отношений тоже представлена нашими выпускниками. Среди них есть представители дипломатического корпуса, послы Республики Беларусь в разных странах, пресс-атташе и так далее. Интересная сфера бизнеса. На первый взгляд может показаться достаточно странным, но среди выпускников философского отделения есть очень много успешных бизнесменов и предпринимателей. В последнее время мы размещаем такую тенденцию, что популярной является сфера практической психологии. Очень многие наши выпускники находят себя, например, в гештальтерапии. И на самом деле можно, в общем-то, этот список продолжать и назовите мне любую сферу, востребованную сферу. И мы обязательно там найдем нашего выпускника. Почему? Именно благодаря тому, что у него после философского отделения в гармонии находятся всегда универсальные и специальные компетенции. А вот возвращаясь к вопросу об исследовательских традициях, наверное, больше всего нас уходит Аминская методологическая школа. Она до сих пор существует, то есть пополняется какими-то исследованиями или это уже не так актуально? Вы знаете, действительно, Аминская методологическая школа складывалась в рамках преподавания философии в университете. Возревала очень долгие годы на базе кафедры философии и методологии науки. Аминская методологическая школа — это особая гордость университета. Это то, что складывалось многолетними традициями философского образования в университете. И, конечно же, по сей день она актуальна, ее проблематика актуальна. Она, может быть, несколько видоизменила свои научные искания, но, тем не менее, она взрастила как раз-таки очень мощную плеяду белорусских философов, которые сейчас и составляют содержательное ядро философского образования в Беларуси. Значение, да, достаточно велико. Это как факультет философии, так и институт философии? Безусловно. Как Вы считаете, вообще знание философской проблематики, оно важно для построения какой-то идентичности, для ощущения себя сопричастным к какой-то идентичности? То есть, я так понимаю, если я правильно поняла вопрос, именно роль философии, да, место философии в формировании идентичности. На самом деле это очень сложный вопрос, и он затрагивает, с одной стороны, проблему личностного самоопределения, то есть некую экзистенциальную проблему, а с другой стороны поднимает сугубо метафизическую проблему идентичности, то есть не только отдельного человека, но и нации, этноса, человечества вообще. И вот как мы смотрим на эти уровни формирования идентичности, так, в общем-то, и возревает ответ на вопрос о роли философии. На мой взгляд, если для отдельного человека не всегда есть необходимость занятий в философии или приобщения к ней, если мы говорим о формировании идентичности отдельного человека. Отдельный человек, он вполне может обойтись без философии, так как выработка собственного мировоззрения, которое является показателем зрелости личности в каком-то смысле, она может основываться на неких обыденных, религиозных представлениях. Конечно, если мы говорим о мировоззрении, оно не без участия в этом философии, но заниматься профессиональной философией, в принципе, здесь не необходимо. Но если на уровне отдельного человека формирование самосознания идентичности можно представить без философии, то для конкретного общества, когда мы говорим о процессах формирования национальной, этнической, общечеловеческой идентичности в целом, то вне и без философии эти процессы представить невозможно. Почему? Потому что, на мой взгляд, вообще формирование идентичности любой всегда сопряжено с осуществлением рефлексии. Рефлексии над собой, над окружающим миром, над своими поступками. И на уровне отдельного человека, отдельной личности, эту функцию рефлексии может взять на себя совесть, например. А на уровне нации, на уровне государства, на уровне общества эта рефлексия совершенно другого порядка. В данном случае вот этой совестью культуры, совестью нации выступает сама философия. Поэтому и мировая культура, и мировая философия, как рефлексия над ней, существуют через многообразие национальных культур, национальных философий. И это в какой-то степени то, что отличает философию от науки. То есть нет национальной математики, а есть национальная философия. И вот существование собственной национальной философии – это признак, собственно, зрелости нации. Это показатель ее уровня самосознания, понимания общего и особенного в своей истории, в своем развитии. По сути, это и есть показатель осознания, прочувствования своей идентичности. Поэтому, отвечая опять же на вопрос, философия первостепенно важна для формирования идентичности такого порядка. А лично для вас что такое быть белорусом? Ну, это такой вопрос, знаете, с одной стороны очень простой, а с другой стороны очень сложный, именно для личностного ответа, чтобы избежать какой-то пафосности в ответе, да, самого пафоса. Ну, знаете, мои прадеды, мои деды, родители, я сама родом с белорусских земель. То есть мы родились в Беларуси, в Белорусском Полесье, между реками Припяти, Горынь. И именно, если верить последним предположениям наших археологов, то именно Полесье – это какая-то прародина нашего этноса. И в этом отношении я всегда гордилась, вот именно своим таким полезским происхождением, белорусское, Полесье. А что такое быть белорусом? Вот в этом контексте – это быть сопричастным ценностям моих предков, с одной стороны, с другой стороны, ценностям современной культуры. И, конечно же, общечеловеческим ценностям. Тем ценностям, которые актуальны для нас здесь и сейчас, и которые актуальны для нас здесь и завтра. И поэтому, исходя из следования этим ценностям, необходимо также, наверное, делать все возможное для того, чтобы Беларусь и я, как кусочек, фрагмент Беларуси, ну, если можно так воспользоваться словами Купалы, заняла подчестный посад между народами, да, вот в каком-то отношении. Ну, наверное, так бы и ответила на этот вопрос, лично для меня. А еще один вопрос появился, вот по поводу Полесья. Как вы думаете, существует какое-то вообще соотношение между более общей белорусской идентичностью и какими-то меньшими народностями внутри Беларуси, там, скажем, на графические регионы, в том числе и Полесья? Мне кажется, для Беларуси, в силу ее территории, истории, в силу особенностей национальных черт характера, этот вопрос не стоит остро, то есть, мне кажется, для нас актуальны стоят вопросы именно на идентичность Беларуса, а не деление на какие-то более частные. Идентичность Прозвучала вторая и последняя часть интервью с заведующей кафедрой философии БГУ Вероникой Сайгановой. Сегодня мы обсудили философское образование в Беларуси. Мы лишь немного затронули вопрос об идентичности. В будущих выпусках подробнее поговорим о белорусской национальной идее и философии с представителем Института философии. С вами был Арсений Ермолович. До встречи через неделю. История Язык Культура Менталитет Мнение экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Это мой брат играет Идентичность